МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Паспорт из рук губернатора. Слова «Мы, россияне», всегда наполняют сердце каждого гордостью за свою страну. Свой главный документ в торжественной обстановке получили ангарские школьники. Лесные пожары, аварии и другие экстремальные ситуации. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок выработал устойчивые навыки к действиям в ситуациях чрезвычайного характера, просто необходимо, чтобы он прошел через движение школы безопасности. Соревнования спасателей должны отобрать кандидатов в сборную области. И первые шаги к славе. Можно и здесь иметь какую-то популярность и ездить по городам. Почему нет? С чего начать, если хочешь стать популярным певцом? На телеканале «Актиз. Время новостей» в студии Елена Токмина. Здравствуйте. Торговые центры Ангарска могут закрыть. Прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушение пожарной безопасности. Первым под удар попал крупный магазин «Мега». На исправление недостатков владельцев дали месяц. В зале суда руководство центра пояснило, что работы уже ведутся, пока АТЦ работает в обычном режиме. В ближайшее время иски прокуратуры рассмотрят в отношении магазинов «Фестиваль», «Счастье», «Баргузин», «Квартал», «Юность», «Зебра», «Раума плюс», «Батут парк Ангар», «Гефест» и «Шанхаймол». В 2017 году среди работников организаций и предприятий были выявлены наркозависимые граждане. Закон предусматривает ответственность не только этих лиц, но и их работодателей, если зависимость вовремя не выявлена. Этой теме было посвящено расширенное заседание с участием сотрудников отдела наркоконтроля, администрации округа и руководителей предприятий. Оно проходило в рамках масштабной профилактической программы, действующей на территории Иркутской области. У нас очень много наркозависимых граждан. Тем не менее, они, конечно, где-то работают на каких-то предприятиях, потому что им нужны средства к существованию. Но, скажем так, если он работает где-то грузчиком, то последствия того, что он потребляет наркотиков, они могут быть минимальны. Если же данное лицо попадет за руль автобуса, который перевозит граждан, то это могут наступить очень тяжкие последствия. То есть здесь просто-напросто в каждом индивидуальном случае нужно подходить индивидуально. Ваша задача вы выявили, привезли. Экспресс-тест показал, на время, когда придет официальное заключение, вы его отстраняете от работы. За употребление наркотиков сотруднику грозит административный арест до 15 суток или штраф от 4 до 5 тысяч рублей. В прошлом году были наказаны граждане, занятые в нефтехимической отрасли, транспортной и авиакомпаниях, а также в СЖД. Другим новостям. Первый в своей жизни паспорт от губернатора региона Сергея Левченко в День России получили 25 школьников из-за 8 муниципальных образований области. Были среди них и ангарчане. За что ребяту достоили высокой чести, расскажем в сюжете далее. Волнение, радость и большое желание оправдать надежды родителей, учителей и своего государства. 12 июня в День России в зале заседаний областного правительства только лучшие школьники при Ангаре. Это ребята, которые, несмотря на юный возраст, уже проявили свою активную гражданскую позицию, стали победителями всероссийских конкурсов, занялись волонтерской деятельностью. Быть гражданином Российской Федерации – это высокая честь. Слова «мы, россияне» всегда наполняют сердце каждого гордостью за свою страну и своих соотечественников. Для меня быть гражданином России – это быть настоящим патриотом, уважать наши законы и работать на благо Родины. Ангарские школьники – ежегодные участники этого большого и торжественного события. В этом году впервые удалось побывать на приеме у губернатора ученикам 36-й школы, которая активно сотрудничает с региональным отделением Российского союза молодежи. Трое детей были удостоены чести получить свой первый документ из рук губернатора. Они имеют достижения как в учебной, так и в неучебной деятельности. Являются спортсменами, участниками творческих и важных каких-то всероссийских и региональных мероприятий, победителей Олимпиад, конференций, ну и многое другое. Владимир Наваренко, Виктор Габолин, Владимир Пашков – эти имена теперь войдут в историю школы. Мальчики занимаются активными видами спорта, участвуют в мероприятиях патриотической направленности. В этом году паспорт из рук губернатора получила и семиклассница Дарина Фомина. Девочка отлично учится в образовательной и художественной школах, занимается в театре МОД «Карина». Церемония вручения – это очень важное мероприятие, и получать паспорт из рук губернатора – это большая честь. У тебя появляется чувство гордости, ты понимаешь, что ты становишься гражданином Российской Федерации, у тебя появляется больше прав, но в то же время у тебя появляется больше обязанностей и ответственности. Церемония вручения паспортов в областном правительстве, безусловно, станет значимой страницей в жизни каждого ребенка. Помимо самого главного документа, губернатор региона Сергей Левченко подарил школьникам большие атласы Иркутской области. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время. За что нужно заплатить обязательно, а какой платеж можно отложить? Таким вопросом рано или поздно задается каждая российская семья. Кредитные обязательства многие ангарчане ставят в конец этого списка или вычеркивают совсем. К чему это ведет, попытались разобраться наши корреспонденты. По данным Национального агентства финансовых исследований, 24% россиян оправдывают невозврат кредита. Причины приводят разные. Задержка заработной платы, коммунальные расходы, семейный кризис. На улицах нашего города ни один человек не согласился рассказать на камеру о том, что кредиты он не платит или считает, что и вовсе его не нужно платить. Причина одна – в этом стыдно признаться во всеуслышание. Но приоритеты люди расставляют четко. В первую очередь оплатить, как говорится, мы оплачиваем квартиру. В первую очередь, как говорится, и налоги. Остальное подождет. Мне кажется, если есть дети, нужно сначала оплатить сад и школу, им образование, а потом уже, соответственно, коммунальные услуги. Потому что дети – это святое. Нет, ну естественно, жилищно-коммунальные услуги мы обязаны за них платить. Мы уже пользуемся всей моей семьей. Но остальное потом, у кого что, есть. Позиция ангарчан вполне понятна. Многие уверены, что платить или не платить – личное дело каждого. А просрочная задолженность ни на что не влияет. Однако это не так. Негативные последствия неминуемы как для должника, так и для всей системы кредитования. По сути, отдавать долги неплательщиков приходится другим людям, выплачивая более высокую процентную ставку по кредиту. Так банки подстраховываются. В итоге в невыгодном положении оказываются все. Зачастую, что такое финансовые обязательства и почему их нужно выполнять, сами заемщики узнают только от сотрудников коллекторских агентств. На сегодняшний день ставки по кредиту напрямую зависят от уровня просроченной задолженности. Все довольно просто. Меньше просрочки ниже ставки по кредиту. Даже если вы не берете кредиты в банке, ваши деньги под угрозой, которые лежат под проценты, так как банки кредитуют именно этими средствами заемщиков. Я думаю, что если бы каждый платил по ранее оформленному кредиту, то многие могли бы себе позволить купить квартиру, новую машину, оформив кредит под минимальный процент. Именно поэтому работа коллекторской компании состоит в том, чтобы возвращать эту просроченную задолженность. По сути, коллекторы работают над укреплением финансовой дисциплины в нашей стране. Сегодня у мусульман всего мира закончился пост месяца Рамадан. Согласно Корану, это период развлечения добра и зла. Многие верующие в течение месяца отказывались от приема пищи, курения и развлечений. Всех мусульман, живущих в нашем округе, поздравил имам Ангарска Ренат Менгалеев. И вот пророк Мухаммад сказал, что есть пять случаев, когда пост будет недействительным. Это когда человек сплетничает, клевещет, когда человек говорит ложные клятвы, когда человек смотрит на женщину с вожделением. То есть это то, что портит пост. Сегодня по случаю окончания поста в мечетях и духовных центрах мусульман прошел праздничный молебен. Большинство ангарских детей сейчас на каникулах. И пока одни отдыхают в оздоровительных лагерях, другие отправились на областные соревнования школы безопасности. Ребята из десяти городов и поселков Иркутской области проверяют себя в спасательном деле. Подробности у Яны Поповой. Региональный этап всероссийского детско-юношеского движения школы безопасности стартовал по традиции в Ангарске. Наш город по расположению идеально подходит для таких соревнований, поделились гости из Иркутска. В этом году в школе безопасности принимают участие ребята из Нижнеудинска, Черемхова, Шелиховского районов и других муниципалитетов. Всего десять команд по восемь человек. Ну и такой лайфхак от МЧС Иркутской области, совет. Я должна сказать, что если вы хотите, чтобы ваш ребенок выработал устойчивые навыки к действиям в ситуациях чрезвычайного характера, просто необходимо, чтобы он прошел через движение школы безопасности. Замысел организаторов соревнований – погрузить детей в реальные условия чрезвычайной ситуации, а не проверять их знания на бумажных тестах. Другими словами, практика школьных уроков ОБЖ. Это серьезные ДТП, техногенные катастрофы, лесные пожары, спасение человека, эвакуация с высотного здания, химические аварии на предприятиях. Те ситуации, в которых надо действовать быстро, грамотно и уверенно. Сборная команды Иркутской области как по юношескому, так и по взрослому пожарно-прикладному спорту входит в десятку лучших по стране. Оказываю первую медицинскую помощь пострадавшему аварии. А конкретно что это они накладывают? Перевязку. Перелом голени они накладывают, жгут. А затем какие действия будут? Затем на носилки и уносим. Команда из Казачинско-Ленского района самая молодая. Ученики с 7 по 9 класс принимают участие в соревнованиях впервые за 6 лет. Ребята заметно переживают, но очень стараются. Один грозный вид и голос капитана команды, а по совместительству и классного руководителя заставляет ускориться. Я не грустная, я строгая, интересная, молодая, красивая женщина. Мы учимся, стараемся, но и на следующий год у нас есть шансы быть успешными. Вообще мы занимаемся туризмом. И когда мы собрались ехать на область, мы первый раз изучали пожарные действия. И я захотела заниматься туризмом уже давно. Меня Ксения Валентиновна, это мой классный руководитель, она меня позвала сюда. Я уже четвертый год занимаюсь, мне это нравится. Команда. Патриоты. Наш девиц. Мы патриоты 21 века. В наших руках судьба человека. Фаворит нынешних состязаний команда из Ангарска. 17 июня закрытие турнира. Уже осенью лучшие участники в составе сборной поедут на более серьезный этап соревнований под названием «Юный спасатель, пожарный, водник». Ну а пока все выходные, ребята в полевых условиях лагеря «Электроник» будут проходить ориентирование на местности без возвращения на ночевку. Яна Попова, Роман Буйнов, Местное время. Две начинающие ангарские певицы сняли клипы на свои песни. С их помощью девушки будут продвигаться к вершинам популярности. О том, с чего начинаются первые шаги в шоу-бизнесе, наш следующий материал. ПЕСНЯ Предложение руки из сердца ждет любая девушка. Пускай и лукавит, что это не так. В клипе на стихе ангарской певицы Кристины Кюрс и на музыку Евгения Глушкова показана драматическая история брюнетки, у которой жених прямо перед свадьбой закрутил роман с другой. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Много классных исполнителей, которые не видят многие люди и им бы не помешало просто действовать. Роковую разлучницу в клипе «Моя игра» сыграла яркая блондинка Мария Батчина. Говорит, что роль далась ей непросто, потому что в жизни не приходилось быть разлучницей. Да и в театральные кружки Маша никогда не ходила. Но после такого опыта получила большой творческий подъем. И теперь готова сыграть хоть стерву, хоть жертву. Мы все время смеялись. На что мне Кристина говорит? Просто читай стихи, смотри на Сашу, на героя, одного из главного героя. Я смотрела на него, просто читала стихи, улыбалась. В это время он целовал мне руки. Просто человека я видела первый раз в своей жизни. А нужно было создать эффект, что у нас с ним уже любовь просто. Неловкость была жуткая, потому что не знала я, как это сыграть, как можно сразу же взять и парня охмурить, предложить себя, если это правильно будет звучать. Поэтому для меня это реально было сложно. Клип снимали больше трех месяцев в шести локациях. Широкую презентацию девушка устраивать постеснялась. В планах съемки уже танцевального клипа с привлечением молодого творческого коллектива из Ангарска. До чего же приятно, когда девушка не просто сидит и ждет подарок от ухажера, а сама делает сюрпризы своему возлюбленному. Такие дамы у мужчин на вес золота. Шепот, губы, ты мир хрупкий. 18-летняя Катя Перцева уже руководит своим танцевальным коллективом. Ее клип «Главное дождись» посвящен любимому человеку, которого она дождалась из армии. Я идею клипа задумывала еще, когда он ушел в армию. То есть для меня это такое знаменательное событие, потому что я хотела вложиться полностью в него душой, чтобы с течением времени, когда уже старости там пересматривать, дай бог, конечно, чтобы это все было надолго, чтобы это все было не зазря. В клипе мне помогали мои родители. Он был в таком смятении, потому что его не было год в городе. Конечно, у него реакция, вот, что делать, я куда ввал. Нет, ну, конечно, я видела, что он стеснялся на камеру. Помню, как увидела тебя тогда в центре. Думать не думала, что застанешь тем, без кого сейчас не представляю жизнь. Хлопоты, заботы, рутина. Взрослым и, как правило, занятым людям некогда заниматься творчеством. Кто-то скажет, молодость окрыляет, но творчеству, как и любви, все возрасты покорны. Поэтому и на родной земле можно творить и воплощать свои самые смелые идеи. Яна Попова, Роман Буйнов, Местное время. И таковые новости дня. Завтра в 19.30 итоги недели подведет Данил Недельский. А наша часть выпуска завершена. Хороших выходных! Продолжение следует...